именно на эту камеру я снимаю в течение двух лет существования моего канала на youtube это замечательная камера с full hd разрешением от компании canon на момент ее покупки я снимал на смартфон и думал только о том как было бы замечательно приобрести себе недорогую но при этом более менее качественную камеру она стоила в меняемых денег и принесла мне 1 миллион 700 тысяч просмотров в общей сложности за что ей огромное спасибо если конечно же вообще нормально говорить слова благодарности неодушевленным предметом всем привет вы на канале гаджет мания это новое видео и сегодня мы поговорим о видеокамерах для видеоблогинга на youtube мы начинаем поехали моей старой камере для меня был только один единственный минус это отсутствие отдельного входа под внешний микрофон еще какой-то год назад я был ярым привержен сам того что годный контент можно снимать только на видеокамеру а не на фотоаппарат но с каждым днем я все больше больше убеждался чтобы получить картинку киношного качества нужна камера за очень большие деньги и вот пришло время все-таки согласиться что средние деньги и отличное качество это все-таки фотоаппарат но что же делать если надо покупать новый фотоаппарат а бюджет ограничен можно пойти несколькими путями первый самый очевидный это конечно же копить работать работать и снова копить второй это начать искать то что стоит не особо дорого но уже удовлетворит подросшие за два года амбиции к выбору главного предмета для видеосъемок ну и третье конечно же поступить как советовал славный дружи обломов и купить себе сет за 15 тысяч рублей и быть счастливым вы наверное сразу подумаете что я пойду по более легкому пути приобретут себе зеркалку среднего ценового сегмента и на этом успокоюсь но нет вы будете немножко не правы сразу хочу оговориться что это мое видение и все что я скажу дальше это мой выбор все совпадения и персонажи как говорят в этих случаях вымышлены знаю что на данный момент надо определиться с производителем а точнее с брендом и да вы правильно подумали это должен быть canon причин тому много во первых большое количество новых объективов и конечно же большое количество бу стекол на вторичном рынке ну и самое главное это бюджет также стоит добавить что речь будет идти окропе потому что рановато нам еще засматриваться на профессионалов снимающих на полный кадр на всяких там ступит медворда самое простое это посмотреть на новинки текущего и прошлого года и остановить свой выбор например на такой модели как canon 80d но мы же помним что денег не так уж и много поэтому нет это не наш выбор на данный момент а что если мы пойдем по еще более очевидному пути это покупка камеры срок ведь мы на протяжении всего видео будем держать голове мысль о том что нам нужна камера с full hd разрешением с возможностью менять объективы под разные сценарии использования и конечно же с отдельным ходом под внешний микрофон но при этом бюджет ограничен потому что денег не у всех их куры не клюют итак перед вами новенький canon 700d и вот эта малышка который еще может показать себя во всей красе давайте пока немножко отложим в сторону 700d к слову который на момент покупки стоил в районе 35 тысяч рублей и более детально взглянем на иос м 1 беззеркальный фотоаппарат в семействе канон не спешите выносить свой виртуальный приговор сейчас будет самое интересное давайте посмотрим на стандартный комплект нашем случае с объективом 1855 фотоаппарата canon иос м там фотоаппарат с объективом вот он нему вернемся чуть позднее коробочка в стиле компании canon соответственно характеристики данного устройства тот комплект который выпал получите внутри коробки открываем очень много литературы с которой можно ознакомиться если бы она была на языке который я понимаю но к сожалению она на всех языках кроме соответственно русского внутри помимо фотоаппарата объектива к нему зарядного устройства съесть вспышка в принципе это очень хорошо потому что встроенной вспышки нету вышка работает на отдельных мизинчиковых батарейках что хотелось бы сказать про комплект если у вас есть такая возможность приобретать фотоаппарат с дополнительным объективом 50 миллиметров то я вам рекомендую это сделать также отличие моего комплекта от других это то что продавец заранее позаботился о том и приобрел соответственно переходничок такой который стоит от 1700 рублей до трех с половиной тысяч рублей в разных магазинах в том числе и на алиэкспрессе данный переходник позволяет вам использовать на этой беззеркальной камере любые объективы от компании canon многим из вас наверное бы хотелось посмотреть как выглядит данный фотоаппарат вместе с переходником снимаем китовый объектив кладем его аккуратно в сторонку берем переходничок вставляем в паз щелчок и фотоаппарат полностью готов применению любого объектива из семейства каноновских объективов все также просто отсоединяется снимается и обратно устанавливается все буквально несколько секунд и вы готовы к съемке хотелось бы отдельно отметить материалы корпуса из которых изготовлен данный фотоаппарат фотоаппарат чувствуется уверенно имеет скажем так небольшой вес но магниевый сплав дает о себе знать вы в руках держите уже достаточно серьезную игрушку то есть даже в сравнении с 700 d не теряет своих позиций небольшая непогода будет ему нипочем если разговаривать о массогабаритных характеристиках данного устройства хотелось бы конечно сразу отметить его компактность то есть данная беззеркальная камера практически точно такая же с одетым объективом 1855 как моя первая видеокамера с помощью которых я снимал соответственно видео на своем канале то есть нам это говорит о том что данную видеокамеру будет удобно держать одной рукой да на данную видеокамеру будет удобно писать видеоблоги на ходу если разговаривать о органах управления здесь все заточено под быстрое управление скажем так вашими пальцами есть разъемы hdmi в digital out есть конечно же разъем под встроенный точнее под внешний микрофон активное крепление многопозиционный джойстик клавиши меню инфо кнопка записи есть конечно же горячий башмак и соответственно переключатель режима включаем фотоаппарат и совсем бегло пробежимся по меню она в принципе как и на любом каноновском аппарате одинаковая достаточно быстро к нему привыкаешь уже интуитивно понимаешь где и что расположена достаточно удобный многопозиционный джойстик совсем совсем немножко клавиш кнопка меню соответственно отвечает за вызов меню кнопка просмотра изображения отвечает за просмотр изображения кнопка info это дополнительная клавиша мануальном режиме съемки переключения между сценариями использования осуществляется с помощью экранчика все достаточно тоже понятно быстро к этому привыкаешь просто уже интуитивно понимаешь где что находится что касается объектива и матрицы так вот выглядит соответственно объектив куда можно установить либо объектив подходящий для этой серии фотоаппаратов либо через переходник как я говорил ранее на любой другой объективчик очень быстрая установка буквально секунда и вы готовы к видеосъемке чтобы не вдаваться в долгие технические характеристики данной модели я просто скажу это полная копия канон 600d ну а мы то знаем что на данную модель снято очень много годного контента на youtube и в интернете в целом плюс эта модель подходит под все наши требования для того чтобы вы все сами видели я буду снимать разных сценариев использования при разном освещении в сравнении эти две камеры пишите свое мнение в комментариях под этим видео ваше мнение в комментариях под этим видео ваше мнение так Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok